Обещанная оптимизация учреждений социальной защиты населения началась. В этом году будет закрыт Холуйский детский дом, Комсомольская школа-интернат, Вичуковское отделение реабилитации для несовершеннолетних и реорганизуют Шуйский реабилитационный центр для подростков. Почему так происходит, журналистам объяснили просто. Детей-сирот стало значительно меньше. За год количество их сократилось на тысячу. В 14 детских домах воспитывается на данный момент 354 ребенка. Это чуть более 50% от плановой мощности. В Комсомольске слишком большое здание, нет денег на его ремонт. Учреждение в Холуй закрывается из-за удаленности, слишком далеко от инфраструктуры. Детей оттуда увезли уже давно. Сейчас вместо них в детском доме беженцы. Педагоги, которые работали с детьми, по сути обслуживают украинцев. Когда переселенцы вернутся на родину, они и вовсе окажутся без работы. И по сути их трудоустройство уже не забота департамента. Вакансии, которые есть в нашей системе, им предложено. В том числе им предложено через органы службы центра занятости южского населения другие варианты работы. Другое дело, устраивают ли всех те варианты, которые им предложены. Но согласитесь, трудоустройство – это прежде всего обязанности, право самого работника, а не работодателя. Также по области будут закрыты 8 отделений временного проживания для пожилых людей. Они тоже не работают на полную мощность, и большинство не соответствует современным требованиям содержания граждан. Персонал непременно столкнется с проблемой трудоустройства, учитывая, что большинство отделений располагались в деревнях и селах. А вот у экс-обитателей, а это 102 человека, проблем не возникнет. Мы можем предложить в любом доме-интернате на выбор, у нас еще 134 места, в отделениях временного проживания, о которых речи не идет, 34 свободных места. То есть на выбор. И с каждым пожилым человеком, который на сегодняшний день находится в одном из этих 8 отделений, мы все проговорили, судьбу каждого. По замыслу департамента оптимизация позволит более эффективно расходовать средства. Сэкономленные деньги пойдут на другие учреждения. Мы работаем над повышением качества и даже бытовых условий, даже уже говорим на банальном уровне, и обстановка комнат, приобретение текстиля, одежды, организация культурной программы. Все это требует денежных средств. Новшеством следующего года будут отделения восстановительной реабилитации кровной семьи. Их создадут при каждом детском доме для того, чтобы брошенные дети, чьи родители одумались, могли быстрее вернуться в родную семью.